всем привет с вами виктория добро пожаловать ко мне на кухню сегодня готовлю пирог с вареньем пирог на кефире с вареньем ингредиенты понадобятся самые простые которые найдутся в каждом доме 3 яйца растительное масло мука сахар варенье сода кефир и ваниль это по желанию полное количество ингредиентов я вам оставлю в описании под видео 250 миллилитров кефира ставлю в микроволновую печь на одну минуту чтобы разогреть его теплый кефир добавляю одну чайную ложку соды и все хорошо перемешиваю вот хорошо видно реакция произошла кефир запенился сода хорошо погасилась в емкости смешиваю 3 яйца 150 грамм сахара и одну третью чайной ложечки соли все хорошо тщательно взбиваю венчиком во взбитые с сахаром яйца добавляю 2 чайные ложечки экстракта ванили добавляю 250 миллилитров кефира с содой перемешиваю и просеиваю 320 грамм муки и все хорошо тщательно перемешиваем чтобы не осталось никаких комочков а пока я перемешиваю не забудьте подписаться на мой канал все ссылки на выпечку которые уже есть на моем канале я вам оставлю в описании под видео заходите смотрите и в самом конце добавляем 80 миллилитров растительного масла без запаха и еще раз все перемешиваем тесто должно получиться гладкое эластичное посмотрите вот такая консистенция готовое тесто разделю на две части я это делаю на глаз и потом я вам объясню зачем я это сделала подготавливаем формочку у меня формочка прямоугольная размер моей формочки 27 на 18 сантиметров перекладываю формочку пергаментной бумагой и немного смазываю растительным маслом добавляю формочку первую половину тесто все немного разравниваю по всей поверхности формы половину подготовленного теста ставлю запекаться в духовку разогретую до 200 градусов на 15 минут пирог у меня запекался 15 минут он еще не до конца не пропекся но уже уплотнился и теперь сверху выкладываем варенье в качестве варенья я буду использовать клубнично-земляничное можно использовать любое образом варенье у нас останется посредине и не опустится вниз сверху на варенье выливаю оставшуюся половину теста и немного все разравниваю нагрев духовки уменьшаю на 180 градусов и отправляю пирог допекаться еще на 30 минут посмотрите какая красота получилась смотрите по своей духовке может запекаться 40 минут в любом случае проверяйте деревянной шпажкой шпажка должна выйти сухой достаем пирог из духовки даем ему полностью остыть ну что друзья пирог можно оставить так можно его вытащить отсюда я же хочу его нарезать на порционные кусочки сейчас я вам отрежу один кусочек он у меня еще горячий не остыл вот посмотрите варенье осталось посередине все равно даже если она еще горячая то все равно она не убежала у нас вниз обязательно приготовьте по такому рецепту пирог и порадуйте своих близких и родных подписывайтесь на мой канал если рецепт вам понравился всем желаю приятного аппетита и до новых встреч до новых встреч